Волгодонск ездили. У меня такая фотография. Фотография этой монеты. Сейчас будут нырять. Доставать твои монеты. Олимпийский чемпион. Сейчас хлебушек был бы кинули, а не плопали бы. Выбрались погулять. Идем в Парк Победы в лесе Смоленске. Остановились и присели на лавочку возле памятника Санчитай. Александр Твардовский, Василий Теркин. Хороший, интересный рассказ про военное время. Обсуждаем военные годы? Время. Время. Видели сейчас памятник. По-моему, я его не засняла детям, которые были замучены фашистами здесь в Смоленске. А потом памятник гражданам Смоленска, которые тоже погибли от пыток и зверских издевательств фашистами. Но у них здесь, конечно, было жестко во время войны. Вот. Сейчас пойдем в парк дальше. Такой памятник. Хороший, веселый Василий Теркин. Такой неунывающий гармонист. Александр Твардовский, Василий Теркин. Наша учительница в школе, Маргарита Николаевна, она любила этот рассказ. Она нам всегда так интересно рассказывала. Ну и мы потом... Поверните налево. Смотрите, какой симпатичный домик. Там часы такие старинные на нем мы заметили. Понятно. Отлично. Так что пойдем дальше посмотрим, что у них есть. Все это такое вообще... Ресторан... Ресторан... Таких... Которые памятники архитектуры, да? Угу. Ну то есть все, которые много всякого старинного. Вот это кому-то стоит памятник. Может сходить и гляну. Интересно. Сделаны стаканчики, да? Чайные. Чайные, вот. И в них цветочки. С цельками. Да. Еще меньше. Да. Мы когда на моё день рождения в Волгодонск ездили, у меня такая фотография... Волгодонск. Фотография такая есть. Там лошадь с телегой. Да. Сидит. Она такая плетеная. Здесь симпатичная такая корова. Прикольная. Решили зайти в русский двор. Посмотрим, что за ресторанчик такой матрюшечки симпатичный. Ой, так тут вон сколько много еще этих коров. Прикольная, да? Ага. Вот, значит это вроде как столовая, но вроде это как кафе по типу столовая. Ну, то есть там еще плохо, что не посмотришь готовые блюда. А там как вот в этих бестрошках есть наверху там картинки, цена, а потом то, что тебе уже выбить туда доступ, там сюрприз. Не хочется. Хочется что-нибудь такое интересное, экзотическое, чтоб ты сел, тебе заказал, тебе принесли, и ты был в восторге от этого. Насколько можно уже удивляться вот этого нет. Ты видишь, у них сделано на такой манер, что попроще, да? То есть у них сделано на такой манер, что вроде красиво, и поесть можно попроще. Ну, как, да, то есть не ресторан, где там один человек, два, три, семьи зайдут, а прямо у них прямо здесь проходим, а все местные, видимо, вот здесь вот и тушу. Мы вот ходим и ищем. Где мороженое можно поесть? И все такое. Кофе бок. Пойдемте дальше. Вот тут был ресторан, да, ну, чтобы цены такие симпатичные. Да не будет их тут, мой мой. Это вот один семейство, и ты видел, туда побежали тушить. Там один и весь город. Да? Да черт. Раковняк еще не пустит. Ну, походим, подышим, посмотрим. Какие вот дела. Главная площадь, ребята, дедушка Ленин. Интересного он у них цвета. Обычно все темные, он у них такой коричневый какой-то. Видимо, только с курорта приехал под загорелый. Да, мам, вот эта штука, на которой... Давай. А как ты на ней сфоткаешься? Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Вот дальше. Лопатинский сад. Ну, здесь будут карусели местные. Достопримечательности. Вообще-то... Ой, вот смотрите, здание, конечно, здесь красивое. Здесь очень много памятников архитектуры. Кстати, по городу это заметно, что у них все сплошное памятник архитектуры. Включая наш дом, где мы живем. Так, стоит кто-то очень серьезный. Сейчас почитаем, кто это. Ой, справа, смотри, там что-то интересное. А, ну это и есть Лопатин. Он, видимо, какой-нибудь там князь был. А ну-ка, пойду я почитаю. Он, наверное, и высаживал вот эти деревья и заложил, видимо, этот сад. Ага, губернатор. Лебеди, мамма миа. Черный даже есть. Кто-то черный катается. И лодки. Егор просил у нас в Москве, давайте покатаемся на лодке. Там можно было прямо в этом парке Останки иногда мы были. Или на ВДНХ. Чуть я уже не помню. Тоже просил покататься. Уже сил не было. Еще здесь у них качеля любви. А, это вот, наверное, эти со свадьбы приходят. Это шли отсюда. Что повесил? А, да, а где? А, точно. Моторист, да, точно. Чтоб никто никогда его оттуда. А вон какой большой замок тут тоже. Сумничал. Прикололись в большой замок. Половина еще? Короче, у них заплыв, кто быстрее. Смотрите, у них соревнования. Точно? Средняя утка выбивается уже вперед. Третий что-то отстал. О, нифига. Все, она победила. Да, да. Это у них спортивное соревнование. Видишь, они эстафету передали и теперь те поплыли. Такие умные, что ли? Ну да, у них всегда соревнования. Откуда? Я знаю, это же Олимпийский резерв. К Олимпиаде готовятся. Соревнования. Всегда. О, все, вон они. Смотрите, побежали туда. Ну все, это наша сборная по плаванию. Синхронное плавание, точно. Зачем? Давай сейчас. Кидает. Ты хочешь в Смоленск вернуться, поэтому бросаешь сюда монетку. Давай. О, упала хоть? Сейчас утки подплывут. Вот видишь, они сразу на звон монеты. Кто впервые за монетой? Сейчас будут нырять. Доставать твои монеты. Все, 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 они назад. Вот видишь, все. Настоящее соревнование, да. Ну а она уже, это видимо уже тренер. Все, мастер спорта. Олимпийский чемпион. Они плывут по этому? По навигатору плывут. Нет, ты не веду. По барам, что ли? Да сами они каждый сам за себя. Они же добычу ищут. Сейчас хлебушек был бы, кинули, а не плопали бы. Или печенье. Где? Возле каземата? Вверху. Короче, бывшая тюрьма. Для политических. У кого-то написано, а преступников. Вот и еще с этой стороны. Вот так вот. Подземная какая-то там ходы была тюрьма. Короче говоря. Смотрите, собирают кольцо обозрения. Интересный, но очень страшный процесс. Крепостная стена. Она большая, большая, большая. Утки продолжают свое соревнование. Свой заплыв. Это у них кросс. Кто выдержит 10 километров? Мама. Я бы не участвовала. Не участвовала бы? Одна уже 10 километров проплывала, развернулась. Плывет уже обратно. Не поймет, что не так долго. Самая крутая. О, там даже мостик еще есть, смотрите. Одевай корточку, уже прохладно. Как же он называется? Выйду, покажу вам. Ой, какие ступеньки высокие. Мамочки. Продолжаем. Угу. 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 Ого, как они ходили по таким ступенькам. Пошел. Угу. Куда? Угу. 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 чернильный набор кольчуга да очень интересно действительно настоящие так продолжение осмотра вот третий ярус пойдемте на третий раз польский гусар так а здесь у нас русский воин в кольчуге всем что нужно поверьте свои познания давай святошечу торчат меч и ветер русский название птицы нет успехи юшман суп нет обладание более европейского наряда на ребенке вид колючего оружия шапка Кафтан, фигелярный, прикольный, вертыш, наружие, неверно, все, молодец, да, неправильно, о, красавчик. Русский, знатный воин, ну да, у него же такая форма симпатичная, побогаче, красные сапоги. А ну-ка, сань, не знаю, русский стрелец, стрельцы, вот они какие были. В нашей такой второй части мы знакомимся с вооруженными силами. Пришлось столкнуться с элитой европейской бойницы. Это иконы, это полезные бойницы. Конечно же, мы понимаем, что при всем этом он мог воевать и пешим, и военность дворец дворец. Оно может быть даже гринских и так далее, потому что вот этот доспех... Да, вышли мы на стену, оказан широкая, прямо вот на эту стену, крепостной стены. Конечно, здесь тогда могли поместиться и лучники, и все эти гусары, и все на свете воины. Здесь, значит, они становились. Свой лук заправил, как дал по врагу. О, там камера кто-то приехала. Была съемка какая-то профессиональная, видимо. Но оттуда, кажется, что узкие, да? А здесь, оказывается, ты сам можешь залезть. Они, наверное, сюда и становились. Залезли, встали и стреляют себе, пожалуйста, врагов. Так, вот здесь мы поднялись на четвертый ярус, это вот уже такая вот башня у них. Вот здесь вот, как рассказывал сейчас искусствовед, который приводил группу, мы подслушали. Здесь, значит, раньше была дыра, полностью сквозное отверстие, через нее подавали кипяток. Значит, здесь стояли стрельцы, которые стреляли с мушкетов, с мушкетов. И вот в отверстия, какие же он показывал, по-моему, вот в эти большие, тут не было заложено, да. И, значит, полностью выливали кипяток на тех, кто снизу уже плотную подобрался, значит, к репости. Вот такое. И еще он говорит, что это место мистическое, оно притягивает и энергию, и молнии. В общем, здесь собирается какая-то энергетика, и хорошее желание, если загадываешь, то они обязательно сбываются. Здесь еще, ребята, выставка художественной школы детей. Такие симпатичные, добрые рисунки. Тема у них семья. Так как нам эта тема близка, Софийка у нас тоже художник, поэтому мы с удовольствием посмотрели все это. Вот разного возраста. Вот это мне понравилось. У меня мальчик 8 лет. Рома, смотрите, какая яркая, красивая картина вообще. Мне кажется, для 8 лет это прям здорово, да? Так вообще, лично. Ну, это как-то нереально. Краски так еще подобраны. Так, дальше что у нас тут? Здесь у нас, как всегда, любимая корова, это у них любимая тема. Бабушка там, что у нас, доит. А ребята уже с кружками стоят, лишь бы молока полопать. Так, здесь у нас ягоды собирают. Здесь у нас что-то. Собирают урожай этими граблями, видимо, уже накосили. Здесь тоже муж косит, а жена... Вон сколько уже насобирали соломы. Сено-соломы. Ну, короче, вот такое помещение. Сейчас мы пойдем вниз сфотографироваться будем. Оказывается, вот, смотрите, здесь вот такие вот были отверстия. Здесь сейчас сетки. И вот отсюда, если кто вплотную уже подходит к крепости, выливали кипяток. Ее тут так много, да? Угу. Ну, везде вот тут внизу. Тут было, видимо. Вот она. Так что вот так. Теперь мы вышли на аллею. Аллею Славы. Здесь будет вечный огонь у них. И тоже продолжение этой крепостной стены. Вот так вот. Огромная, высокая. Что, шесть километров? Что ты шесть хотел сказать? Ой, кто здесь? Шесть с половиной километров. Шесть с половиной километров. Угу. 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 Была. И внутри город? Ну, внизу город был. По кругу. А, ну да, по кругу. Ну да, по кругу. Деревья такие. Ветра нет. Очень классно здесь, конечно. В плане погоды, природы отличнейшее место. Просто супер. В плане еды еще б так было. Радостей б не было. Так что вот так. Девочки, подписывай. Подписывай. Маленск. Ленинград. Сталинград. Севастополь. Да, наш любимый, кстати. Одесса. Уже не наша. Киев. Уже не наш. И Москва. А, еще что тут у нас? Крепость Брест. Ну да, Брест. Как же без него. Керчь, оказывается, да? А я не знала. Вот что-то, что он город-герой. Новороссийский. Я знала. Понимаешь, вы там ходили? Вот там классно, да? Военные вот эти. Гроты и все такое. Минск. Минск. Уже не наш город-герой. Подожди, их сходят ко мне много. Тула. Мурманск. Это будет уже морской флоте. Аллея городов воинской славы. Россия. Город воинской славы. Ельня. Ельня. Это их, наверное, что ли? Вязьма. Город воинской славы. Можайск. Хабаровск. Старая Русса. Грозная. Гатчина. Кто зовут? Это Гаврог моя славится. Вот так вот. И оно классно у них здесь, да? Вот в этом месте прям как-то. Успокойствие такое, да? Угу. И удивительно, что почему так мало людей? У Ставрополя, помнишь, мы были там даже в такой день всегда было много людей. Еще же лето, по идее. Вообще мало людей. Мало кто гуляет, детей мало на этих, на самокатах мало, да, вообще? Да. Вот они были там сосредоточены немножко где-то, карусели и все. Некогда, наверное, гулять. Ну, что это там впереди? Так, значит, приехали в их Макси, гипермаркет. Хотим купить какие-нибудь красивые вещи. Соня говорит, мам, пойдем быстрее. Какой ужас. Мама, пойдем быстрее. Ну, холодно. А где куртка? У меня аж быстро забегают. Ты быстро забегун? Да. Забегун. Мы тебя называли забегун. Лайм вон есть. Лайм это, где ты покупала этот? Шорты, шорты. Да. Туда так. А, вон туда. Ходим не спеша. Не спеша ходим. Тихо. Ну, не geschafft. Кап, мало типа Вот это лучше, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девчонки, ну вышли мы с магазина Вот наши покупки, сейчас я вам покажу Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все?